Сегодня в этом выпуске речь пойдет про состоявшиеся увольнения и грядущие, и не только. Как написала авторитетная итальянская газета La Gazzetta delle Sport, главный тренер Милана Виченце Мантелло, несмотря на разгром от Лацо 1-4, остается у руля команды. Большинство было просто уверено, что Мантелло покинет свой пост, однако генеральный директор Милана Марко Фассоне развеял все домыслы, заявив, что руководство продолжает верить в тренера. Ну еще бы, столько приобретений было сделано под Мантелло в этом межсезонье, и увольнять его после третьего тура просто нелепо. Руководство также хочет, чтобы клуб показал, на что он способен уже в следующей игре, а она пройдет в четверг в Лиге Европы против Аустрии. Ох, и запахнет жареным. Увольнять тренера после нескольких туров совсем не нелепо, если ты тренируешь клуб премьер-лиги. Сегодня стало известно, что Crystal Palace отправил в отставку Франко де Бура. Известный в прошлом голландский футболист проработал главным тренером английской команды всего лишь 78 дней, и это антирекорд. Сам же Crystal Palace проиграл все четыре стартовые тура, к тому же не забив ни единого гола, что стало также антирекордом. На протяжении 93-х лет никто не начинал чемпионат так плохо. Сообщается, что де Бура заменит теперь Рой Хорджсон, который до этого тренировал сборную Англии. Напомню, что в 2016 году Франк тренировал Интер и не продержался на посту главного тренера и трех месяцев. Сегодня в понедельник свой поединок в премьер-лиге проведет и Вестхэм, главный тренер которого ходит по лезвию и по сообщению СМИ в случае неудачи с Кадерсфильдом Билич пойдет вслед за де Буром. Сегодня также стало известно, что Динамо Киев будет присуждено техническое поражение. Напомню, киевляне отказались проводить поединок в Париуполе против одноименного клуба и не явились на эту игру. Решение комитета, который занимался этим вопросом – защита Динамо Киев, техническое поражение. И многих, в частности болельщиков Спартака, волнует вопрос, связанный с Глушаковым. Сегодня стало известно, что капитан Спартака провел переговоры с руководством клуба, в ходе которых стороны достигли соглашения о продлении контракта игрока на три года. Как сообщается, продление будет объявлено на этой неделе. Смотрите также ролик под названием «Матч Реала и Барселоны перенесли». Ах да, и не забудьте поставить лайк, комментируйте, делитесь в соцсетях и, конечно же, подписывайтесь. Это абсолютно бесплатно.